Закономерный вопрос Почему нам так долго было отказано даже в существовании театра? Почему уделом русского человека были работа и молитва? А где же свобода духа, радость жизни? А душа-то просит праздника, веселья, красоты, новизны. Вот потому народно-русский театр такой многообразный, колоритный, неподражаемый. Приходите на порог, пляшет песню сковорок, разудалую, развеселую. Приходите гостевать, станем песни распевать, а что парню, что сударыню. В скоморохе музыканты, певцы, плясуны, соединявшие пение, игру на музыкальных инструментах, пляски, медвежью потеху, кукольные представления и фокусы. В скоморохе были постоянными участниками народных праздностей, игрищ, гуляний, различных обрядов, свадебных, родильно-крестильных, похоронных. В скоморохе репертуар включал в себя шуточные песни, игрища, глумы, сатиру на богачей и попов. В скоморохе веселили Русь с дохристианских времен. Существует мнение, скоморохи – это замаскированные жрецы ведического бога всея Руси Велеса. В скоморохе изображены на фресках Софийского собора в Киеве, построенного в 1037 году. Кожаные маски скоморохов XII-XIV веков известны по археологическим находкам в Новгороде и Владимире. По царскому указу самых талантливых артистов выписывали из Новгорода. Именно скоморохи являются первоактерами Руси. Пройдили скоморохи ватагами по нескольку десятков человек. Странствуя, они посредством песен, стихов и прибауток распространяли, говоря современным языком, информацию о событиях, происходящих на широких русских просторах. Скоморохи в условиях отсутствия письменной русской литературы выступали хранителями исторических событий и поэтического творчества народа. Ведь простым людям больше неоткуда было узнать ни о народных бунтах, ни о казнях предводителей бунтов. А самое главное, кто, как не скоморохи, могли бы так правдиво и при этом в столь доступной манере выразить отношение к царю и церкви. Русские любили музыку, особенно во время пиршеств. Звуки гусли, домры, бубна, свирели, волынки и жалейки можно было услышать в домах, в корчмах, на улицах. Царь, открыто проявлявший интерес к скоморохему творчеству, Иван Васильевич Грозный. По его указу, при царском дворце был организован потешный двор, предшественник будущего придворного театра. Известно, что в 1571 году набирали веселых людей для государственной потехи. Исторические документы свидетельствуют о личном участии Ивана Васильевича в скоморожьих забавах во время перов, когда царь мог и спеть, и даже сплясать. А еще Иван Грозный развлекался тем, что рядил в скоморожью одежду бояр, одних за строптивость, других за гордыню. Скоморожья труппа была у Ивана Шуйского, князя, боярина и воеводы царя Ивана Грозного. Скоморожья труппа была у Дмитрия Пожарского, князя-герой народного ополчения, освободившего Москву от польских захватчиков во времена Великой Смуты. Потешная палата государева возведена к началу XVII века, во времена правления царя Михаила Федоровича. При потешной палате держала скоморожью труппу. А вот уже во времена царствования Алексея Михайловича, в 1648 и в 1657 годах, архиепископ Никон добился царских указов о полной запрещении скоморошества, в которой говорилось обитье батагами скоморохов и их слушателей. А также уничтожение скоморошьего инвентаря, приказав в домах везде отобрать музыкальные инструменты, которые были вывезены на пяти вазах за Москву-реку и там сожжены. Церковь объявила скоморохов служителями дьявола. После указа Никона скоморохов массово садили во строге, подвергали пыткам и казнили. Гонения на скоморохов были настолько масштабными, что к концу XVII века скоморохи исчезли из центральных областей России. И вот уже ко времени правления Петра I скоморошество окончательно исчезает, как явление русского народа. Однако традиции скоморошества сохранились и перешли в наследство балаганам и райкам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok